добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики давайте с вами разберем еще парочку авто аккумуляторных приколов с которыми может столкнуться не только аккумуляторщик но и любой автовладелец это такие задачки с несколькими неизвестными но для того чтобы их решить требуется подробных подробный разбор всех мелочей связанных именно и с эксплуатацией и с тем как обращались с этими батареями как их обслуживали или нет порядок эксплуатации автомобиля и все это в куче всю эту кучку надо собрать в одну не так все эти мелочи нужно собрать в одну кучу и уже делать какие-то определенные выводы значит вот у нас две батарейки вот у нас батарейка это с hyundai greta эта батарейка у нас с равона но равон многие наверное не знают что за автомобиль сейчас по моему он называется chevrolet kobalt или kobalt давайте сделаем замеры сделаем начнем вот с этой с кабальтовой батарейки здесь у нас дела обстоят на первый взгляд очень печально так вниз его на обычная cc и 610 ампер хоть это батарейка вот эта кабальтовская она и меньше емкости но пусковой ток здесь больше это вот как раз вопросу к вопросу о емкости и о пусковом токе здесь 68 ампер и пусковой ток 600 ампер то есть на 13 ампер емкость больше а пусковой ток меньше и друзья которые не друзья не надо лишний раз писать что пусковой ток вернее что очень важна емкость в первую очередь емкость а пусковой ток на втором плане нет ребята на первом плане все таки остается пусковой ток так ну чтож погнали дальше вот при клиенте замерял было 14 посоху 200 34 пусковой ток и 817 напряжение нрц сейчас 16 процентов пусковой 248 и 817 также но здесь скинем на погрешность прибора этот прибор у меня видел крым рим и каких только труп он не видел и медные чугунные алюминиевые поэтому прибор чуть-чуть решит ругать его не будем так сопротивление вот здесь понизилась но это я думаю связано с тем что плохо крокодильчики когда очистишь его сопротивление 1289 было здесь 1212 чуть меньше сопротивления лучше показатели так с этим все ясно теперь по этой батарейки уровень везде одинаковый уровень мне нравится батарейка не выкипела два варианта либо она замкнула с таким напряжением либо ее высадили по высадке хозяин этого автомобиля клянется божиться что высадки быть не не могу вот так вот уровень везде равномерный одинаковый и вот такая плотность по банкам здесь немножко отверстия просверлил не соосно остальным но это последствия моего косоглазия с прогрессирующим жопа рук сон поэтому старайтесь сверлить одинаково и напротив вот этой крышки которая отделяет именно у нас водичку так что можно сказать по этой батареи показатели очень плохие маленький вольтаж большое сопротивление маленький сок заряда нет но почему я ее оставил опять вселяет надежду пусковой ток при вот таких значениях вот такой пусковой ток 200 тысяч четыре ампера при заявленных 610 дает какую-то надежду что возможно результат у нас получится и опять подозрение на то что все таки это батарея она высаживалась и не раз вот такие значения плотности в крайних банках у нас по 116 и разброс в одну-две точки в средних банок банках 1 21 22 20 22 это еще о чем говорит что возможно вот эта высадка была очень резкая то есть были просадки до этого неправильно либо вообще не обслуженные батареи либо они были неправильно обслужены и последняя просадка она была решающей то есть в начале высаживался высаживалась батарея большим током возможно не были выключены фары и после того как напряжение упало что релюшки поотключали ближний свет там ну допустим на ближнем свете оставили напряжение падает до 8 вольт и релюшки не держат они уже переключаются и машина остается на одних габаритах продолжается просадка но это мои предположения опять же я не могу с уверенностью сказать потому что я эту батарею также как и вы вижу в первый раз что касаемо этой батареи это батарея стоит на я уже говорю помог на хендай грета и владелец подъехал к магазину зашел за прохладительными там или горячительными не знаю за какими-то напитками вышел сел машина новая двадцатого года этим батареям по два года двадцатого года там светодиоды хуйня-муйня вот это вот современная на машинке садиться довольный важный а машинка не заводится но делать нечего телефон под рукой позвонил друзьям подъехали прикурили завели день поездил на следующий день точно такая же история подъехал ко мне я на автомобиле бывает проверяю метод проверки аккумулятора непосредственно на автомобиле я вам покажу но на такой свежей машинке я этого делать не стану очкану чтобы не спалить чтобы что-нибудь не спалить мозги там могут вылететь генератор все все что угодно обязательно покажу я этот метод проверил зарядку и обнаружил небольшие разрыв щеки не разрыв щеки а потерьки напряжение от движения генератора к от генератора до аккумулятора показал эти места владельцу автомобиль либо российская сборка либо наша казахстанская но то что сборка не корейская однозначно напишите по каким признакам это определяется если вы шарящие автовладельцы ну даже может не шарящие просто автовладельцы со стажем там или с наблюдательными как это можно легко определить что автомобиль отверточной сборки и где-то в каких-то этих соединениях которым не придает особого значения и внимание при сборке образуются вот такие потерьки по напряжению в конечном итоге это приводит тому что батарея вполне нормальная вполне отличная батарейка видим плотность ну на одну точку разбег уровень маленький единственное что я сейчас делаю здесь маловатый уровень в этой батарейке добавлю немножко водички вот вот такой уровень во всех банках это мало два с половиной сантиметра поработаем с этой батарейки доведем плотность после доливки опять возможно к этому значению возможно чуть пониже плотность 128 129 этого будет достаточно и отправим эту батарейку в эксплуатацию она у нас первый уйдет добрый день приходил мой преподаватель по электротехнике с техникума приходил за советом и немножко сбил меня смысле так с этим автомобилем мы разобрались теперь с этим замерил паразитку замерил зарядку все чих пых все отлично и остается только вот это мое предположение которое высказал раньше что чисто возможно что-то забыли отключить чтобы подтвердить правы мои предположения или нет сейчас начнем работать в эту батарею одолевать ничего не буду ну и запаивать пока отверстия тоже не буду с этой батареи я начну работать на китайцы потому что этой батареи нужно сделать в первую очередь наполнение основной заряд и уже по тому как батарейка будет принимать заряд будем делать какие-то последующие выводы в эту батарею я добавлю буквально наверно по 20-30 миллилитров посмотрю объем я не знаю до ориентировочно 20-30 миллилитров сколько я добавлю я в продолжение этого ролика я вам вас виду известность с ней мы будем работать 57 вымпевом и зарядом в один прогон то есть сразу выставляем максимальные значения как мы это любим 5 процентов от емкости и погнали наши городских до поднятия плотности ну что продолжим нашу работу заехали батарейки в зарядный бокс что касаемо корейской греты он стоит залива по 50 миллилитров думал 20-30 это ни о чем по 50 самый раз и как видим у нас китаец показывают там где-то на изгибе 8 и 3 вольтика на вымпели 30-30 что-то я запиздился 13 вольт думаю не знает о чем думаю так подключаем нашего китайца и даем минимальный ток так минимальный ток у нас ну вот он на минимальном токе у нас 0 4 ампера на 5 пусть на 0 5 амперах постоит часок хотя бы вылезет 9 10 вольт и уже потом будем добавлять потому что начальный этап он в таких высаженных батареях он очень важен начнутся растворяться самые нам надо освободить как можно больше поверхность пластин для того чтобы уже нагружать теми значениями которые нам рекомендуют рекомендуют рекомендодатели этих производителей этих батареи так здесь мы выставляем 17 вольтиков 17 вольтиков и так 68 3 и 4 десятых амперчик а вот так вот и начинаем с контролируема с контролируемого до заряда эквализащим так называемый клуб опа нету включил от включил то внутри с половиной ничего страшного пойдет отлично дергать не будем так у нас 0 5 ампер идет так что то на камеру не то видно на камеру по моему не видно не видно что идет 0 5 ампер так 8 и 4 чуть-чуть добавить добавим при добавлении почему-то сразу начинается от 0 7 ампера начинает работу с 4 ампер это много вот так вот вот осталось 0 9 1 ампер все пойдет пусть часок в таком режиме поработает и потом будем добавлять ток для того чтобы наполнять эту батарейку зарядом друзья сначала заряда прошло два часа две минуты батарейка разогналась до 16 9 вольт и потихонечку эдс выравнивается будем ждать пока нам вымпил не подскажет заряд окончен вымпил устроен таким образом что алгоритмы настроены на то чтобы нам делать подставка подсказку именно на момент выравнивания ds зарядного и батареи если другие устройства об этом не сигналят либо отключаются выпил настроен именно на это поэтому он может продолжать заряжать как бы и на 3 амперах до 2 падение может быть до полтора ампера но заряд будет продолжаться хотя он будет нам подсказывать что заряд окончен вот этот момент нельзя пропускать потому что при перевоме ds в сторону когда зарядное у нас побеждает будем так говорить аккумулятор по эдс будет происходить уже вторичный электролиз который нам не нужен вторичный электролиз будет наносить непоправимый вред батареи поэтому важно так что касаемо этой батарейки какой-то промежуток были не видно да а вот так видно какой-то промежуток буквально полтора часа на 0 6 амперах батарейка батарейку готовим вот сейчас добавил и минимально что может выдать вот это зарядное устройство на минималке без вот таких вот каких-то десульфаторов это 3 2 ампера напряжение потихонечку вырастает до 9 вольт посмотрим чем почему-то мне вот такой режим заряда не то что не совсем он не совсем не нравится ну до конца рабочего дня еще время есть поэтому поработаем с ней подъехала газелька мне запись пока перекращаем два часа 43 минуты прошло сначала заряда 8 и 6 ампер отдано вымпи вам отдали корейцу 8 ампер и выпилок нам подсказывает заряд окончен поэтому давайте отключим зарядник и замерим плотность в аккумуляторе попробую сделать одной рукой напоминаю во все баночки я добавил по 50 миллилитров так ну-ка маловато электролита сейчас сначала начале сам посмотрю 128 так попробую показать от меня это плохо получается получается вот так вот ну вот плотность 128 поэтому с этой батареей мы работу прекращаем так давайте сделаем еще один замерщик сейчас я возьму пирометр и замерим температуру 27 градусов 28 так у нас какая баночка у нас здесь было на одну точку меньше 27 28 все нормально ели пили все нормально обосрались и буквально так здесь у нас с этой батарейкой 22 градуса здесь вообще нет никакой термометрии на второй батареи с этой батареей мы заканчиваем работу сейчас я ее протру заплавлю термоклеем вот эти отверстия которые я профигачил и батарейка будет оставиваться до завтра замер спешить там некуда потому что с этой батареи нам придется положиться в случае если она начнет принимать заряд долго ну а если до конца рабочего дня как видим напряжение на трех ой на 9 вольтах у нас остановилась ток 33 если до конца рабочего дня напряжение не начнет расти не начнет расти то возможно с этой батарейкой мы оставим нашу затею по ее постановки в рабочее состояние потому как вот эти крайние баночки на которых у нас 116 вполне вероятно что эти обе банки деградировали и начали выходить из строя но пока прекратим наш видеосюжет подключиться чуть позже ну что друзья почти пять часов с батарейкой промурыжились и как видим не знаю почему болят не снимает а почему не видно вот под таким углом до 9 вольт как было на батарее так и есть и батарейка за пять часов она должна была разогнаться и перешагнуть порог 12 вольтовый порог но этого не произошло поэтому мы делаем однозначные выводы что с этой батареи нам не нам ну и нам в том числе хозяину придется все таки расстаться ее нужно сдавать она негодная но нет лихо без добра и в этом зарядном устройстве я обнаружил такую фишку в таумутах или в таумута как правильная турком не знаю в китайских к этому зарядному устройство написано что это четырехступенчатое зарядное устройство и первая ступень в этом зарядном устройстве как раз десурфатация и вы знаете оказывается она есть если мы сбрасываем напряжение сбрасываем ток до минималки если вот у нас была бы живая батарея которая бы жива в этом режиме при минимальных токов вначале как видим это зарядное устройство на чего бы разматывать вот этот режим десурфатации десурфатация она именно десурфатация в том виде в котором ее многие представляют она на минимальных напряжениях эффективно до 12 с половиной до 13 вольт именно вот такие режиме они более менее эффективно а дальше дальше идет члена вредительства если в таком режиме его заряжать как здесь вот всяческие качели ктц почему именно это так происходит объясню в других следующих роликах ну вот мы убрали ток до минималки как видим 8 вот с которым мы с которыми мы встретили батарею эти 8 вольт так и остались поэтому не будем тянуть нашего котенка за причинное место отключаем зарядку и заканчиваем работу с этой батареи так но звонил хозяин завтра утром приедет за второй батареи которая у нас на hyundai поэтому возможно завтра у нас не получится сделать окончание ролика и снять замеры замеры я буду делать в любом случае при клиенте эти замеры я также делал при нем поэтому сейчас мы давайте сделаем не несколько некорректный батарея стоялась почти три часа после завершения работы с ней слегка некорректный будет замер но он позволит нам отследить динамику с которой которая с которой мы работали с этой батареи да напомню что у нас был заряд в один прогул как мне написал один кстати не из подписчиков он просто писал свои комментарии также отметил что он не является моим подписчиком так как канал ему не интересен в том плане что здесь ничего интересного нет все обыденно одноступенчатый многоступенчатый заряд никаких выебонов чё смотреть смотреть то нечего ну раз нечего смотреть тем более что это не подписчики я долго не стал спорить естественно забаним так ну давайте здесь у нас 600 ампер посмотрим что нам дал заряд в один прогон по крайней мере видим улучшение 83 против 70 78 и 547 против 530 но батарея не отстоялась батарейка состоится она еще наберет видим слегка завышенная нрц потность 1 28 с половиной я перед тем как заклеить забанить эти дырочки я сделал замер и сопротивление 549 против 566 что было изначально на этой батарейке поэтому на сегодня это все жалко обидно но все свои предположения я высказываю слух предположение по поводу продвижения батареи предположение по поводу работы я их высказываю не для себя в первую очередь уважаемые подписчики а для вас чтобы вы расширили немного кругозор в отношении вот этого аккумуляторного мира я считаю что все таки лучше учиться на чужих ошибках чем на своих и и делюсь своим личным опытом добровольно высказываю предположение для того чтобы на самом деле могли предположить но не всегда предположение складывается удачно бывает предположение расходятся с результатами но развитие событий по крайней мере нужно знать вот как то так на этом ролик наш очередной будем считать завершенный для себя считаю что любой результат который я показываю это удачный результат положительный он отрицательный ну это это не наука ребят это практика давайте всем добра удачи берегите свои батарейки всем пока